Доброе утро коллеги, с вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на сегодняшнем видео. Сегодня понедельник, поэтому мы как всегда поговорим о том, что нас ожидает на этой неделе, что было на неделе прошлой. Ну а забегая немного вперед, скажу, что эта неделя крайне важна для финансовых рынков, будет очень большое количество событий, за которыми мы безусловно будем следить и сейчас мы об этом поговорим. Ну а перед началом видео я скажу о том, что у нас на этой неделе пройдет очередной вебинар с Александром Элдером, на который я вас также всех приглашаю, ссылка на регистрацию на вебинар будет в описании к этому видео и я напомню, что у нас проходит конкурс, в котором вы можете получить, выиграть книгу Александра Элдера с его автографом. Для того, чтобы принять участие в этом конкурсе необходимо зайти на наш YouTube канал, найти последнее видео с Александром, которое было добавлено на наш YouTube канал. Это видео о 26 июня, находится оно также на главной странице сайта, поставить лайк этому видео и в комментариях предложить одну из компаний, желательно, чтобы это была американская компания, которая на ваш взгляд выглядит на текущий момент наиболее интересно. В среду мы вместе с Александром выберем ту акцию, которая больше всего понравится Александру и соответственно победителю, кто предложил данную акцию, подарим вот эту книгу. Поэтому принимайте также участие в конкурсе, ссылочку на видео тоже оставлю в описании. Ну а начать хотелось бы с того, чтобы отметить как раз самые важные события, которые ожидаются на этой неделе. Во-первых, важно сказать о том, что фондовые индексы на текущий момент находятся на коррекционных значениях. Давайте посмотрим быстро график, пробежимся по ним. То есть потом дальше мы будем рассказывать, именно говорить о торговых идеях, но в принципе сейчас мы видим коррекцию как по S&P 500, то есть в принципе S&P 500 является одним из важных индексов, но это в первую очередь было связано с коррекцией по ключевым технологическим компаниям, об этом мы говорили в пятницу. Индекс DAX корректируется от локальных максимумов, если мы посмотрим с вами дневной таймфрейм, то здесь тоже мы видим несколько дней коррекции, сейчас дошли до уровня поддержки, от которого в принципе у нас может пойти восстановление, но пока рынок корректируется. То же самое у нас происходит по ключевым индексам, например индекс Dow Jones, но он в принципе еще не дорос до исторических максимумов, но от максимумов июня мы еще находимся на расстоянии 3,5%, индекс тоже корректируется. Ну и высокотехнологичный NASDAQ в первую очередь корректировался как раз на прошлой неделе на коррекции технологичных компаний. То есть в принципе сейчас по всем компаниям мы видим вот такое коррекционное движение. Итак, что же будет в принципе в фокусе внимания на этой неделе? Ну во-первых, будет принят, точнее должен быть принят следующий уже этап стимулирования, то есть заканчивался на прошлой неделе и на этой неделе в Конгрессе должны договориться о новом пакете стимулирующих мер, то есть договориться о его сумме, договориться о том, кому будет выплачиваться. Но в первую очередь это выплаты безработным или какие-то компенсации тем, кто получает низкую зарплату. То есть ожидается, что эта сумма может достигнуть 1 или 1,3 трлн долларов. То есть безусловно, предыдущие моменты, которые мы смотрели, они давали как раз вот этот импульс роста фондовому рынку. Поэтому сейчас как раз на ожиданиях вот этого решения рынок может корректироваться, а в момент уже принятия уже дальше будет, соответственно может продолжиться рост, если этот пакет будет принят. Потому что сейчас вот как раз ростом фондового рынка вот эти стимулирующие меры являются определенным катализатором. Поэтому ждем до конца недели, то есть в принципе к концу недели это решение уже должно быть принято. Также эта неделя крайне будет насыщена на публикацию квартальных отчетов и на этой неделе читаются такие компании, как Amazon, Apple, Google. То есть в принципе все крупнейшие компании с технологичного сектора будут отчитываться на этой неделе. И очень важно опять же то, как покажут компании свои отчеты. Ну то есть какие будут цифры. В принципе по ожиданиям цифры могут ожидаться позитивные, потому что это те компании, которые на коронавирусе росли. Ну были конечно случаи, когда мы понимаем, что просто инвестировали в этой компании, приходило большое количество денег и компании росли на росте. Но в целом их отчеты скорее всего будут более-менее позитивны, что также может дать определенный толчок роста именно фондовому рынку. Поэтому также безусловно следим за этими событиями и как эти данные будут публиковаться. на текущий момент мы с вами тоже можем отметить ситуацию, которую давайте посмотрим на экономический календарь и уже разберем те события, которые будут публиковаться на этой неделе. В принципе из ключевых по сегодня будут опубликованы заказы на базовые товары длительного пользования. Это квартальный отчет. Здесь мы ожидаем снижение, прошу прощения, месячный отчет. Это данные за месяц. Затем в среду будет решение ФРС по процентной ставке и пресс-конференция также ФРС. Здесь важно отметить то, что на текущий момент, если мы говорим о процентной ставке, вот мы сейчас вместе с вами зайдем на сайт семьи групп и посмотрим на инструмент, который мы тоже с вами смотрим. Это FedWatchTool, который нам дает предпосылку, точнее прогноз того, что будет происходить с процентной ставкой. И если мы с вами сейчас посмотрим, то в 100% ожидается, что ставка останется на прежнем уровне. Но что еще наиболее интересно, если мы с вами посмотрим следующие данные, которые будут публиковаться до конца этого года, ноябрь, декабрь, январь, уже зайдем в следующий год, март, то фактически до тех значений и до тех дат, которые мы здесь видим, до 17 марта не ожидают каких-либо изменений, ни повышений, ни понижений. Мы с вами смотрели месяц назад, в принципе там закладывают как раз ситуация с повышением процентной ставки, но сейчас уже все понимают, что этого не будет. Поэтому здесь в первую очередь мы обращаем внимание на пресс-конференцию. То есть скорее всего по ставке все останется на прежнем уровне, а вот пресс-конференция уже даст определенный толчок рынку. Что еще важно? ВВП. ВВП будет публиковаться за второй квартал. Здесь ожидается снижение на минус 6,2%. Предыдущее значение у нас было 5%. Сейчас ожидается еще чуть меньше. Ну и понятно, что второй квартал был фактически пока самым негативным в США. Если данные выйдут хуже, то собственно здесь вот это также может отразиться на финансовых рынках. Но больше всего вот эти данные будут сказываться на как раз решение по стимулирующим мерам. Потому что мы ждем до конца недели. То есть скорее всего к концу недели это решение будет принято. Но сильно негативные данные как раз по ВВП они могут подтолкнуть на более радикальные меры с точки зрения стимулирования. Что в свою очередь может подтолкнуть как раз на возврат уже ликвидности на фондовый рынок и продолжение восходящего движения. Вот такой парадокс. То есть негативные данные по ВВП, но в свою очередь те меры, которые с этим будут принимать, могут вылиться позитивом для фондового рынка. Поэтому фактически сейчас мы пока ожидаем коррекцию. Коррекция может идти еще пару дней. Ну а вот завершение ее уже может дать также интересные точки для присоединения на продолжение роста. Все-таки основная стратегия пока остается на рост. И вполне вероятно, что перехай по ключевому индексу S&P 500 мы с вами можем увидеть. Ну а теперь давайте посмотрим, что у нас происходит по основным инструментам. Какая сейчас ситуация и в принципе, что у нас торгуется по основным валютам и по основным индексам. По евро. Сегодня мы видим опять новый локальный максимум. Если мы с вами посмотрим дневной таймфрейм, то мы дошли уже до отметки 1.17. То есть устойчивое восходящее движение здесь продолжается. И в принципе идем довольно-таки неплохо. Если посмотреть чуть более крупный таймфрейм, недельный таймфрейм, следующие цели движения, которые здесь у нас могут быть, это как раз уровень 1.17, то есть где мы сейчас торгуемся в следующий, уже 1.19 и 1.19.30. В принципе туда рост может прийти, но безусловно. Коррекция уже назрела, поэтому коррекция здесь может произойти. Ну а вот как раз на этой коррекции ищем возможности евро покупать. По британской валюте тоже мы видим локальный максимум. Подошли уже к локальным максимум прошлого месяца, но пока еще не переписали локальный максимум этого года. Поэтому здесь тоже движение выглядит восходящим. Поэтому покупать сейчас опять же поздновато, но делать это на коррекциях опять же имеет смысл. По паре американский доллар, канадский доллар. Вот как раз здесь я тоже для себя планировал входить на коррекции. Ожидаю здесь коррекцию в области 1.35, 1.36 и сделка сегодня открылась. Собственно сейчас предпосылки для входа в позицию. То есть мы торгуемся вблизи поддержки 1.33, 1.74. Американский доллар здесь может еще несколько скорректироваться как раз на ожиданиях вот этих событий. То есть сделка в принципе краткосрочная. То есть я не думаю, что буду ее держать долго. Ну то есть она может в ближайшие пару часов закрыться уже по стоп-лоссу. Ну или я буду ее закрывать руками, то есть через 1-2 дня. Даже если собственно цена будет торговаться плюс-минус на тех же самых уровнях. Потому что здесь как раз сейчас больше фона за продолжение роста по фоновому рынку и соответственно снижение американского доллара. Поэтому здесь сделку нужно контролировать очень тщательно. Поэтому сейчас мы торгуемся вблизи моего уровня входа. То есть там где я в сделку именно входил. Соответственно здесь если мы получим сегодня восходящий импульс, то стоп-лосс я скорее всего перенесу уже как можно ближе к точке входа. Если будет достаточно небольшое соотношение, то буду держать его там где он есть. Ну а предварительный тейк профит я поставил пока на 1.36. Конечно он выглядит довольно таки внушительно. То есть это движение на порядка 300 пунктов. Но рынки сейчас волатильны. То есть в принципе я его поставил на этот случай, если все-таки еще один импульс, еще один рывок здесь может произойти. Ну вдруг нам какие-то сюрпризы появятся от технологичных гигантов, которые мы здесь можем видеть. Поэтому здесь, ну вот пока это единственная сделка, которая у меня открыта. Все остальные позиции уже буду рассматривать на вход, на продолжение как раз роста по американскому фондовому рынку. Ну и на продолжение как раз снижения американского доллара. По паре американский доллар, японская иена. Здесь на дневном таймфрейме мы видим уже новый локальный минимум. Мы уходим ниже отметки уровня поддержки на 105, 105.09, 106 ровно. И продолжаем двигаться по нисходящей. То есть в принципе вышли из данного бокового канала, что подтверждает на текущем сохранение также нисходящей информации. Опять же продавать сейчас довольно таки рано, но заходить на коррекция также имеет смысл уже, так как мы выходим вот из того боковика, который здесь образовался. Соответственно здесь пока позиции я никаких новых не открываю, пока не рассматриваю, но в целом движение выглядит нисходящим. Соответственно входить уже имеет смысл после коррекции, как я уже сказал. По паре австралийский доллар, американский доллар. Здесь пока у нас формируется коррекционное нисходящее движение. Австралиец достиг локальных максимумов на прошлой неделе, которая как раз к концу недели у нас началась коррекция. Сейчас с точки зрения часового таймфрейма мы видим попытки также закрепления, но пока заходить в рост здесь я не буду. То есть скорее всего еще одна попытка снижения здесь будет, а после этого уже будет иметь смысл рассмотреть еще одну возможность входа на покупку, то есть на продолжение тренда уже чуть после, ну как раз когда новостной фон сможет подтвердить вот данный сценарий. По новозеландцу тоже картина достаточно похожая, то есть на прошлой неделе у нас началась коррекция, сегодня мы уже переписали локальный максимум. В принципе как идея, ну довольно очень спекулятивно, то есть здесь можно рассматривать вход на продажу, но я пока этого делать не буду. Сейчас после тех просадок, которые у меня были за последние пару месяцев, как раз периоды кризиса, то здесь я сделки выбираю чуть более, ну точнее более осмысленно нужно выбирать вот данные позиции и фактически сейчас ситуация мне не очень нравится по новозеландцу. Поэтому скорее всего здесь я входить не буду, если будет коррекция, то просто рассмотрю уже возможности покупок как раз на продолжение восходящего движения, которое здесь пока является основным. А золото бьет новые максимумы, сегодня тоже уже новый локальный максимум был сформирован 1934, но вот фактически мы с вами становимся свидетелями нового исторического максимума. Вот сегодня как раз переписали максимальные значения, которые были. Вполне вероятно, что в ближайшее время здесь может начаться коррекция, то есть в целом золото выступает активом убежища, которое покупают как раз на фоне неопределенности, ну а когда уже будет более-менее понятно с теми стимулирующими мерами, которые будут в США, скорее всего по золоту коррекцию мы с вами можем увидеть, поэтому пока на мой взгляд часть позиций, которые были открыты чуть ниже на продолжение роста, по крайней мере если уж не все, то часть позиций имеет смысл на мой взгляд скорректировать, потому что коррекция может начаться в ближайшее время. Индекс чуть поближе мы с вами посмотрим. Собственно на прошлой неделе также началась коррекция по индексу DAX, до локального максимума, до исторического максимума у нас остается порядка 7%, в принципе потенциал для роста здесь есть, и на фоне подтверждения как раз тех стимулирующих мер, которые будут предоставлены странам Евросоюза, которые пострадали от коронавируса, то есть опять же это выступило на прошлой неделе позитивом для продолжения роста фондовых индексов, и вполне вероятно, что это будет поддерживать данный рост и в ближайшее время. Соответственно здесь с текущей ситуации ищем возможности купить, если будут сформированы хорошие уровни для входа на покупку, то их я тоже для себя рассмотрю. Пока ситуация выглядит с точки зрения часового таймфрейма нисходящей, то есть пока еще сигнала на продолжение роста здесь мы не получили, но вот как раз его продолжим смотреть. Наиболее интересно на мой взгляд присоединиться было бы где-то в области 12645, ну или даже чем ниже. То есть чем ниже будет возможность купить, тем в принципе это является более интересным. Та же самая картину с индексом S&P 500. Здесь у нас с точки зрения часового таймфрейма продолжается нисходящее движение. Та сделка, которую я открывал, направление было взято соответственно верно, коррекция началась, но на рынке был еще один всплеск восходящий. Это фактически ложный пробой, который мой стоп-лоссы зацепил, поэтому пока я нахожусь здесь вне рынка. Но продолжаю также искать возможности покупок, которые также выглядят интересными в области 3154 и безусловно интересными в области 3000, от которых я тоже продолжу уже возможность искать на покупку по данным индексам. Ну а нефть тоже выглядит сейчас довольно-таки в боковике, то есть фактически за месяц у нас еще не завершился, но июль выглядит довольно-таки нейтрально для нефти, то есть уже растем не так быстро, но и снижения пока здесь тоже мы не видим. То есть пока планомерно восходящее движение здесь у нас по нефтемарке Brent, вот мы смотрим с вами CFD контракт, оно здесь сохраняется. Поэтому с точки зрения часового таймфрейма, то есть да, мы находимся в небольшой коррекции, но вполне вероятно, что вблизи уровня 42, а 42.70 уже возврат вновь от продолжения роста здесь мы с вами можем увидеть. Ну вот такая неделя у нас довольно-таки насыщенная, поэтому мы с вами продолжим следить за тем, что же происходит на рынках. С вами увидимся уже в среду и разберем те ситуации, которые на рынок могут повлиять, ну и собственно то, что уже на рынок повлияет к этому времени. Всем спасибо за внимание, с вами был Саков Роман, увидимся с вами в среду, не забывайте ставить лайк, если вам нравится это видео, ну а ваши вопросы оставляйте в комментариях. Всем спасибо за внимание и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok